Здравствуйте, мы уважаемые любители летных видов спорта! Нам повезло, мы попали в волну, причем мы летим в волну. Сейчас редкие кадры, когда вы можете, так сказать, наблюдать волну в ее демаскированном виде, вот как она прям выглядит, видите, загибается, наверху ветер слабее, там она обрушивается, и вот здесь вот примерно самая страшная мясорубка, которую можно представить. И сейчас, смотрите, как будет нарастать скороподъемность. И не я пилосирую, я могу подсгибать, копаю такой конь-огонь, если сейчас не накосячит Далгел Греевича Трубачука. Кто-то не знает, мы на Литовском разговариваем. У меня сегодня члены сборной Литвы по парапланерному спорту, и они катаются на планере, потому что сейчас дует жуткий ветер со скоростью много километров в час. Ааа, обожаю такие полеты. Трупоте кайреу. Кайреу – это значит налево, десятьдеу направо. Сейчас вы со мной еще и литовский выучите. Чуть, Далгел Греевича Трубачука. Герой, ищем в прежнем, и там нам нужно много. Ага. И теперь на 10-м. О, как красиво. Друзья, здесь какая-то красота, и какая-то жальство энергия. Далгел Греевича Трубачука. И теперь немного кайреу. Ооо. И вот как... Далгел Греевича Трубачука. И вот как... Далгел Греевича Трубачука. Оооо. Ага. Да, давай споймемся. Ага. Да, давай споймемся. Ага. Пока Скорпатъемность, друзья, небольшая, но... Согласитесь, что это, по крайней мере, красиво. Оооо. Ооо. Мы сегодня совершенно нечаянно пошли полетать. И вот так вот совершенно нечаянно, не взяв кислорода, попали в волну. Высота 3900. На самом деле, мы сильно выше-то не сможем. Кислорода-то нет. Ну... Эх. Дураки, что сказать. Я тренированный. 4500 я спокойно держу. Ооо. 6 метров в секунду. Ну как такое бросишь? 7 метров в секунду. Ооо. Держите меня все. Ооо. Ооо. Вот это вот называется нежданная волна. Просто нежданная. Вот она сама по себе. Чпок и вылезла. Но я всегда в таких ситуациях говорю. Значит, человек, который в эту волну попал, что-то хорошо в жизнь сделал. То есть кашу ел, маму слушал. Бли своих детей кашу кормил. Как ты хорошо даришь? Я же двенокоса в гимах. Так? Ну, ты хорошо ловил. Хорошо. Хорошо. Давай дарим посуки и каэре. Посерожка. Хорошо. 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 Посуки и каэре. И у меня, ну, некоторая акклиматизация есть. То есть организм... Некоторые доверие без кислорода ходят. Я здесь скажу, что я собираюсь такое делать, но... Пока рай Jeffules на четыре с половиной мы заберемся... В труппу недолгий обречивающий, понятящий. А вы подлюбаетесь в сласть демаскированной волной. Можно до самой верхушки добраться, но... Сейчас четыре двести, триста метров мы еще имеем некоторую возможность. Так. Ну мы, наверное, пошались чуть-чуть. Аж поймем. Вай, fede. И-э-это что сейчас происходит? Трясет сильно. Видите вот это облako загибает вверх, побрушile. и сейчас это волна выглядит как классическая волна в море почему такое происходит волна в море когда течет она течет и трется об дно то есть на мелководье выходит волна вниз ее тормозится немножко как бы меняется скорость верхних и нижних чешуек или частичек воды и волна наклоняется вперед в сторону берега и пар бабах загибается призем температуре друзья температура замерзания мы достигли на этой высоте 0 4 200 внизу градусов 25-30 сегодня 25 вот смотрите вот она верхушка этого ада это котел конвекции здесь все перемешивается все обрушивается очень страшно но мы ничего не боимся мы же можем немножечко пошалить может и вот так и вниз мордой разгоняться у нас нахлобучивает сейчас не буду я в желтый сектор залезать желтый сектор значит что планер при этих паневрах может разрушиться нам такой не надо нам еще рано на реинкарнацию те кто нори дар потерять или гау до рейки мы всегда друзья я всегда смеюсь когда говорят некоторые там я встречаю людей которые говорят ну не напишу допустим комментарии говорят мне там например столько-то лет и все я уже все я уже ничего не смогу ничего не могу я всегда удивляюсь таким людям потому что будет слушать и вы просто неправильно мыслите надо по-другому а как по-другому сейчас расскажу на как-то класс поехал на пьянку другу а друг его поставил рекорд какой-то очередной то ли европы то ли мира на 80-летие вот ну и клаус туда съездил пообщался тяпнул шнапса возвращается и говорит что слушай игор мы тут еще по зажигаем если ему 80 а мне всего там меньше вот он еще собирается пару рекордов поставить значит и я тоже поэтому ну я могу сказать что такой бодрости такого настроения такого такой жажды делать что-то новое как у моего учителя я мало кому могу припомнить и просто надо хорошо достраивается позитивно обучаться чему-то новому мозге человеческий так устроено что если ими не думать то они как раз деградируют там нужно язык какой-то учить ничего не получается потому что не так активно хочу достараюсь очень вот даю там еще что-то строю новое если ты стремится к новому то организм он деградируют скажем так петли вот вам секрет так сказать долголетия и счастье вот так что все кто смотрит мой канал верьте что вообще возможно учиться планером 80 лет направлены управлять у меня есть ученик ему 80 и он прекрасно гоняет на планере и начал учиться того было 78 час 80 вообще все прекрасно мой знакомый штатах купил планер начал учиться 72 74 выиграл юношеский чемпионат какой-то но понятно что вне зачета но это очень хорошо и на восьмидесятилетие он все купил планер новый вот и говорит зачем тебе новый хочу я хочу летать еще подольше так что берите пример таких пилотов и живите долго и счастливо и главное летайте долго и если вы ведетесь хорошо в жизни там карму не портите кушаете нашу детстве пройдемся маму да мы или детей своих кто дальше вот смотрите так раз вам такой подарочек приходит вот такая вот нежданная волна который можно так вот красиво позитивно полетать собственно я с вами канал мечта летать вот еще творится вы провалились правда это 400 видите выше 400 нас не сильно тянет то самое главное какая скороподъемность какая бездна энергия какая красота праздник какой-то просто кроксина пробостью и потом так прям больше 90 скорость 120 можно дарять главное не войти в эту чуму зайдешь так в облако а там такой же весельчак у и можно тогда уж можно и парашют кстати о чека снято друзья некоторые говорят волка почему-то завалаешь чеку снять нет сегодня не забыл сегодня снято уй нельзя отвлекаться от управления как на облако рядом не берите пример с меня я плохой пилот но веселый так так о дабы жрек претия штуки веселия туре ты будьте вот пати такая саджиус энергия пабайтиси по жрек и рарнера на обгаристы мера обгаристы друзья это обман по галпутану скрисер дар по жюри секта гриба а мангом друзья там перейти какой-то грибочку отрядом с перевалом наполеона попробуем до грибочка долететь надо будет еще пошалить потому что больше не могу 300 уже ну что могу показать здесь что у нас хорошего город как недалеко озеро серпансон погода прекрасная сзади вот этот гриб который давайте посмотрим что там все сзади вот этот шумах который мы летали мы же наклоняем нос планера в планету и этим с максимальной скоростью потрогать грибочек грибочек вот он смотрите красавчик пощупаем что же там есть на самом деле огромная часть планилизма это исследование исследование неба а для этого нужно по небу быстро перемещаться и так сказать летать по импортным а веры лайки к че ну давайте качке потек чем-то со стойки как чему я стараюсь пилить зёртый сектор потому что в желтом секторе если резко ручку дернуть можно планер разрушить зеленом секторе планер разрушить невозможно вот какие линзы у нас образовались вот здесь какая линза сзади еще линза много это я закрыл форточку меньше будет орать во вторых потеплело это уже у нас призем температуре а это значит что наши батарейки замерзают пока вылетим к этой штук я вам расскажу что с пепестелем творится пепестелем лапочка во первых у него перестали батарейки портится вот смотрите мы сегодня взлетели 2 или 72 процента питали когда будет 90 вот у нас такой еще запас энергия остался почему батарейка починилась я не знаю она реально балансирует идеал и работает с каждым днем все лучше и лучше я иногда делаю по 3 вылета сзади до по 4 батарейки часто заряжаю на потолок за весь сезон никакой деградации не наблюдается поэтому я верю что все будет пепестелем хорошо трубки и дешевле наш план мы долетим до этого облака вместе с вами его исследуем вот же интересно что там внутри я тоже я там еще не был но облака красивый с какой-то пастью мы потом на самом деле нам уже давай домой пора потому что шашлык ждет или стейки еще помимо радости полетных придаваться радостью земли земным вы спросите как же ты волков можешь придаваться радостям земным которые такие полеты у нас там люди там на озере сирпунтон темпингах уже шашлык давно или барбекю давно делают вы тут пони вылетаем а я с утра не кушал мне 4 вылет с утра почему 4 потому что получилось два ученика и два друга из литвы которая сегодня не могут летать из-за того что сильный ветер но я сказал друзей надо выручать и вот мы летаем с ними на планере а а обтекает это красиво облако переваливаю через трепет и тем там скотит у вас патинка пасака пасака пока пипистрелис но токи пирм от карта тренинг из пипистрелил вот эйка берегера из корень где друзья первый полет на пипистреле такой вот успешный вот эти прям летит как бог можно сказать я не с как инструктор не нужен я щас на обратном пути лягу спать до приземляться тебе приземляться в ветер килограмм под 60 будет тяжелая посадка вы спросите справа где оказались в планере кайф спал но недолго это было дело так же волге на утром рано мы взлетели я чудо так спать захотелось я думаю дай-ка одним глазком сомкнул глаза ученик был толковая за него не боялся собственно даже с лицензией то есть по идее он может летать сам вот он сам улетал так и на самом деле спится в планере безумно сладко даже не представляете как вкусно спится так но мы подлетаем между тем к вот этой вот непонятный шква шква бабли и по идее должен быть на вокруг у нее подъем с левой стороны вот это все идет на гринобль гринобль вот там 5 метров 60 но и смотрим работает ли такая линза или нет представить прилетели в другой линзе думаете если подъема подъема нет а вот на него рассчитывали думали что от аэродрома не хватит и вы начинаете волноваться а как же быть а что же делать трупы типа и поимки вея и кейля герой 0 и статал и разгрейте добар матчатки кищем так видящим я не мазинка у каждой путь кандам долгим гречи долгим аж не жену ходил банков набера при этом друзья не знаю почему волны нет должна быть но может мы немножко на ветер должны еще пробиться в любом случае высоты у нас хватает для возврата домой но вы сейчас прям в прямом пускать эфире наблюдаете за нашими размышлениями а что делать дальше а как быть источник волны должен быть вот этот хребет видите как по нему облака несутся как с него все это падает вот пока пока бу-бу-бу-бу-ку-ку-ку друзья ну вот смотри типичные ситуации пришли а волны то и нет и опасность этой ситуации в том что надо всегда в этом случае думать что должно хватить до дому лента вот это все есть видите даже мой сбоку увидели что-то грибочек какой-то это на самом деле прям массивная такая конструкция и так далее но на фронте должна быть волна участка кашки до нее вот видите все пошел плюс вот и вот сейчас мы будем набирать с видом на экран наберем максимум и отсюда пойдем домой же высоко культурно и красиво эти потери мы надо открыть форточку мух все заработало значит всегда это тонкий расчет волна и дорога домой какая была бы вот на тебе скалами страшными под облаками ужасными там может где-то скакалами заживать под облака если опустишься вообще кирдык обходить сбоку высоты не хватит ты куча так сказать переменных вас и тут и там показывают вы спросите что такое волна поиквальному и чем-то сбилищем по так 10 сейчас хорошо видно что хребет вот он его воздух падает вниз потом она скакивает вот то есть его дам такой шпак и вот волна я понятно объяснил ветер вот направление вот такое откуда будет все просто ролик уже целых 17 минут мне кажется завязывать пора мы подлетаем к заповеднику экран заповедник мы не пойдем набирать будем здесь набирать нужно аккуратно на этой оптимистичной ноте можем закончить ролик до новых встреч мы уважаемые любители лет спорта и кипа снимать его карби мей скрыть его спорта миге и летую колба